Молодую учительницу уволили из Барнаульской школы за фото в социальной сети. Увлекающаяся закаливанием 38-летняя преподаватель русского языка опубликовала снимок в вечернем платье на морозе. Директор посчитала ее поведение аморальным и сказала писать заявление об уходе. Не имеете права носить звание педагога, если носите платье выше колен. Беседу с девушкой-учительницей Маржом приводят корреспонденты Комсомольской правды на Алтае. В зауволенную преподавательницу вступились родители, чьи дети души в ней не чаяли. Они заставили директора пересмотреть решение. Женщину восстановили в должности на следующий же день, но директор пообещала ходить на уроки проштрафившейся учительницы и вечно следить за методами преподавания. Журналисты толка решили разобраться, почему многоквартирный дом остался без отопления, а управляющая компания берет жильцов деньги по выдуманным документам. Февральские морозы для Барнаула не прошли незаметно. Город практически погряз в коммунальных авариях. Из-за одной 5 февраля жители дома на строителе остались без тепла. О том, что трубы проржавели, их нужно было давно менять, люди кричали во все инстанции. Но, как это обычно бывает, жильцы утверждают, что за 6 лет сотрудничества управляющая компания «Интер» для дома не сделала ничего. А вот цены на услуги выросли. На вопросы, почему за содержание помещения стали брать больше, в управляющей компании жильцам ответили, что на то было особое постановление. Только номера документа никто не сказал, а в администрации и вовсе эту информацию опровергли. Жильцы намерены обратиться в прокуратуру. Полную историю читайте на страницах толка. Проблему нехватки дворников на улицах краевой столицы надеются решить, пересмотрев тарифные ставки. Как пишут аргументы и факты на Алтае, на предприятии «Автодорстрой» числится порядка 140 дворников, которые просто не успевают следить за порядком на всех улицах Барнаула. Власти надеются, что если зарплату поднять, то в штат удастся привлечь новых сотрудников. Кроме того, планируется приобретать новую технику. Некачественные китайские семена обнаружили на Алтае. Пакеты с иероглифами ввезли в Россию незаконно. Продавцы одного из стихийных рынков не смогли рассказать ни о сорте семян, ни об их качестве и происхождении. В итоге всех привлекли к административной ответственности, пишет бийский рабочий. Эксперты объясняют, что покупать сомнительные пакеты не стоит. В таких пачках попадаются семена сорняков, поврежденные семена, остатки растений и плодов. К тому же пакеты с иероглифами ввезены на территорию России незаконно. Партии не прошли обязательных привозе исследований.